Всем большущий привет из Норвегии, всем доброго времени суток и с вами Татьяна. Сегодняшнее видео для многих тех, кто смотрит мой канал, долгожданное, потому что меня очень давно уже спрашивают о том, какова медицина в Норвегии. Я сделала себе конспект, буду сейчас смотреть, потому что всего очень-очень много, все такое, знаете, противоречивое, многим непонятное, я имею в виду в норвежской медицинской системе, в системе здравоохранения, поэтому, ну, попытаюсь как-то кое-что прояснить вам. И свое видео я назвала «Ужасы норвежской медицины». Ну, вы знаете, ужасного здесь, конечно, в Норвегии ничего нет. Кто-то скажет «Ужасы», а кто-то скажет «Особенности». Ну, и на самом деле не все так ужасно. За пять лет проживания здесь, в Норвегии, могу точно вам сказать, что медицина здесь на очень-очень высоком уровне. Она комфортная, доступная и одна из самых лучших в мире, что бы там ни говорили. Она, конечно, дорогая, и расходы на медицину, они покрываются за счет государства. За пять лет проживания здесь я ни разу не увидела и не услышала объявления, например, о сборе средств на лечение того или иного ребенка или вообще какого-то человека с тяжелыми заболеваниями, как делают это, например, у нас в Российской Федерации. Ну, какие-то сборы, какие-то счета, например, о том, чтобы перечислить денежку на восстановление здоровья того или иного человека. Ну, вот не слышала я ни разу такой рекламы здесь. Не видела я и рекламу медучреждений по телевизору или, например, каких-то лекарственных средств. Иногда здесь, конечно, проскальзывает реклама о, например, о каких-то, ну, таких средствах, которые могут относиться все-таки к фитотерапии. Ну, что-то такое вот. Не то, что отпускается, скажем так, по рецепту. Но почему я назвала свое видео «Ужасы норвежской медицины»? Потому что все-таки чаще всего приходится слышать о том, что медицина ужасна от русскоязычных. Я сама, когда приехала сюда, в Норвегию, я, конечно, смотрела очень многих блогеров и очень часто слышала, и сейчас продолжаю слышать, вот когда что-то слышу о медицине, у других блогеров, все какую-то, знаете, льют грязь на местные органы здравоохранения, недовольны в основе своей. И прежде всего, конечно, это русскоязычные. Они недовольны сервисом медицинским, недовольны, ну, вообще всем тем, как здесь все происходит, протекает. Ну, и напрашивается вопрос, если вам это не нравится, что вы вообще делаете в этой стране? Уезжайте, если вам не нравится, если вас что-то напрягает. Не обязательно это касается медицины, а чего-то другого. Ну, вот у них вот так. Я, например, вот в их системе здравоохранения ничего такого отрицательного не увидела. Конечно, есть особенности, есть масса отличий, и вот об этих отличиях я сейчас и попытаюсь вам рассказать. Так, ну, во-первых, медицина здесь не страховая, она государственная, хотя есть много частных учреждений, и, ну, в основном услуги медицинские, они оказываются государственными органами. Если у вас нет желания ждать оказания этих медицинских услуг, тогда можно обратиться в частные структуры и получить какую-то услугу очень быстро. Ну, когда я говорю о том, что нет страховой медицины, это, конечно, не совсем правда, потому что страховая медицина здесь есть, и я о ней мало что знаю, потому что, ну, есть здесь какие-то такие учреждения, я не знаю, как они правильно называются, куда отчисляются, фонд, наверное, фонд какой-то страховой, куда отчисляются деньги, и там можно будет как-то получать услуги. Но, понимаете, мне спросить об этом не у кого. Вся моя семья, все мои знакомые, они получают медицинские услуги строго в государственных органах, ну, или же в частных. Поэтому про страховую я вот ничего не буду вам говорить, врать и так далее. Сами норвежцы говорят о том, что медицина у них бесплатная. Но они, наверное, не знают, что такое бесплатная медицина, когда ты приходишь и ни за что не платишь. Любая консультация медицинская в Норвегии оплачивается. Вот только я не помню чек, сколько это будет, или это 250 крон, или 350, ну, вот в этих пределах, вот в интервале 250-350, я точно не помню. Правда, я последний раз обращалась в феврале или в январе прошлого года, 2021 года, и поэтому я не помню уже, честно вам скажу. И причем чек выставляется сразу же, после того, как вы получите консультацию, а иногда и бывает до того момента, как вы зайдете в кабинет к врачу. Соответственно, в частной клинике этот чек будет больше. Каждый человек, который проживает в Норвегии, он имеет право на получение помощи. И автоматически каждый из тех, кто проживает в Норвегии больше одного года, прикрепляется к так называемому фастлеге. Это будет ваш терапевт, или это, может быть, как-то по-русски будет домашний врач, как-то вот что-то такое. То есть каждый получает вот такого вот врача автоматически. Эту информацию можно будет посмотреть на сайте, сайте здоровья, здравоохранения, по-моему, health4.no или хельсбука. И там идут, ну, те, кто живет в Норвегии, знают, как по интернету посмотреть вашего врача. Вы его можете поменять два раза в год. И причем сделать его, вернее, вот эту вот замену можно будет сделать абсолютно без каких-то последствий. Вот еще, знаете, я по второму пункту начала вам говорить насчет того, сколько вы должны будете заплатить при любой консультации у врача. И если вы часто обращаетесь к врачу, вот вернусь к этому пунктику, забыла здесь кое-что сказать. Если вы часто обращаетесь к врачу, и если сумма достигает где-то, по-моему, около 2000 крон в год, то дальнейшие ваши обращения к врачу уже будут бесплатные или будет какая-то компенсация. Тоже по этому поводу ничего не знаю, но вот есть такой предел 2000 крон. Это небольшая очень сумма, да и вообще вот 250-350 крон, это, конечно, минимум. Это, я не скажу, что это какая-то очень-очень большая сумма. Это минимальная сумма, которую вы, ну, можете потратить, ну, на небольшой пакет с продуктами, скажем так, если в продукты переводить. То есть это здоровье, конечно, дороже. Следующее. Если мы говорим о каких-то специалистах, гинекологах, урологах и так далее, ну, вы поняли. Если возникла какая-то проблема, вот так просто, как у нас в России, например, прийти к врачу в поликлинике там где-то, вот просто так нельзя, у вас ничего не получится, вам нужно все равно обратиться к своему фастлеге, то есть вот к домашнему терапевту, и именно он будет уже делать вывод, стоит ли вас направлять к узкому специалисту или же нет. То есть это будет все зависеть уже от него. Или вы выдумали себе проблему какую-то, или у вас действительно вы сдаете какие-то анализы. Кстати, анализы тоже платные все. Все всякие УЗИ, всякие вот рентгены, это все абсолютно платно к тому чеку, который вы получите от врача. Ну и вот, и если участковый действительно понимает, что у вас какая-то проблема, тогда вы получаете направление к специалисту, и вы знаете, зачастую это направление, вообще вот срок ожидания до того момента, как вы попадете к врачу, может очень сильно растянуться, и иной раз вы можете даже забыть о своей проблеме. А еще, кстати, очень такой немаловажный момент. Вы, прежде чем попасть к врачу, по интернету обычно, или раньше по телефону, я вот когда приехала сюда, я по телефону это делала, но потом стала по интернету делать, вот в связи с пандемией, нужно было все равно регистрироваться по интернету. Это намного удобнее, и вот если вы получили время, когда вы должны будете прийти к врачу, и не пришли в это время, то вы должны будете оплатить штраф. Вот какова сумма штрафа, я точно не знаю. Может быть, по-моему, вот эту вот сумму, 250-350 крон, вы должны будете все равно заплатить, даже если вы забыли, даже если у вас что-то там произошло. Вы должны все-таки уведомить врача или отменить эту встречу по интернету. Если вы этого не сделали, вы все равно обязаны будете оплатить эту сумму. Ну и вот, и что еще насчет узких специалистов? Конечно, очередь может, вернее, время ожидания может очень сильно растянуться, и вы можете попасть к врачу, когда проблемы уже не будет. У меня такое было. Я отменила встречу, потому что проблема исчезла. И что еще хочу сказать? Да, если все-таки вы не хотите ждать долгое время, то можно обратиться в частную клинику, и в частной клинике все это делается гораздо быстрее, проще, и вы быстрее получите какую-то соответствующую нужную помощь. Еще один нюанс по поводу медицины. Здесь абсолютно нет никаких медицинских осмотров. Ну, может быть, и есть. Вот я работаю в детском саду, а если вы смотрели мои видео до этого, вы знаете, что я работала в магазине. Это такие организации, я считаю, сотрудники, которые обязаны пройти медосмотр. Обязаны просто. Но проработала я в магазине два с половиной года. Вот скоро год работаю в детском саду. Никаких медосмотров не было. Абсолютно. И вообще вас никто не будет заставлять проходить медосмотр. Это вообще здоровье. Это, как говорится, на вашей совести. Контроль здоровья на вашей совести. Хотите, исследуйтесь. Хотите, нет. То есть это, как бы, уже ваша личная забота. И вот еще что вспоминаю. Когда мы приезжаем на постоянное место жительства в Норвегии, по-моему, жители определенных стран, куда входит как раз-таки в Россию, они обязаны сделать флюорографию, пройти флюорографию. И я помню, как-то, знаете, когда начали разговаривать со своей норвежской семьей по поводу вот этих вот всех медицинских осмотров, флюорографии. Я помню, ну, как-то рассказывала им обо всем, об этом. Даже нет, я мужу рассказывала. Говорю, знаешь, я флюорографию делала в России каждый год. Кстати, мой муж ни разу не делал флюорограмму. И мой свекор, курильщик со стажем, ему 76 лет. И у него он в прошлом году появился очень сильный кашель. И он впервые за, ну, тогда ему было 75 лет, и он впервые за 75 лет сделал флюорографию. Представляете? Для меня это был, конечно, шок. Я на него смотрела. Говорю, как вы вообще ни разу не делали. Говорю, у нас каждый год обязаны абсолютно все, независимо от того, в детском саду, в больнице, или там в медучреждении, в каком-то медучреждении, или в детском учреждении работаешь, обязаны все делать, проходить флюорографию. А мне, знаете, свекор сказал, вот, говорит, поэтому у вас уровень жизни, вернее, продолжительность жизни такая низкая, потому что вас всех облучают. У них эта флюорография делается, ну, по каким-то очень-очень таким, ну, я не хочу сказать важным случаям, но по каким-то рекомендациям. Вот я приехала из страны, где много туберкулезной палочки, ну, вот они считают, что нужно меня посмотреть, все, и все. Вот муж мой, сколько здесь он прожил, он на год старше меня, и он ни разу не делал, он говорит, появятся у меня какие-то проблемы с легкими, тогда я и сделаю эту самую флюорограмму. Ну, вот, вот как-то так. Это, к слову, о медосмотрах. Следующее. Следующее – это скорая помощь. Если возникла какая-то срочная проблема у вас, то, конечно, есть скорая помощь, и называется такая неотложная помощь у них легивакт. То есть вы можете, легивакт – это когда вы сами на своих ногах приезжаете в пункт неотложной помощи, и зачастую ждете там очень-очень долгое время, потому что там очередь из таких желающих получить помощь, кто ногу поломал, сидит, кто, ну, с какой-то еще проблемой. В общем, сидят по 12 часов и дольше, ждут этой помощи. Ну, чаще всего иностранцы жалуются, им это не нравится, но куда деваться. Но если возникла какая-то проблема, очень-очень угрожающая здоровью, то тогда, конечно, вам окажут помощь без очереди. Если какое-то сильное кровотечение, конечно, будет помощь оказана, и даже вылетит вертолет в то место, где случился несчастный случай, что там потеряли сознание, например, где-то в горах поломали ногу и так далее. Это, кстати, случай из нашей тоже семейной хроники. Это дядя моего мужа, он был где-то в походе, в горах, подскользнулся, потерял сознание, ударился головой, очнулся, он был один, и он позвонил, сказал, что я потерял сознание и поломал, видимо, ногу. И это было очень отдаленное место на севере Норвегии. Ему, значит, выделили вертолет, который приехал и госпитализировал его. К несчастью, к несчастью, ногу он действительно поломал, и поломал даже шейку бедра, но его вылечили. То есть всё, так сказать, поставили на место. О чудесах норвежской медицины сейчас чуть попозже вам скажу. Так, следующее. Что ещё я не сказала? Ну вот, если, например, вызвали вы скорую помощь, и скорая помощь, как бы, знаете, сделала вывод, что вы, собственно говоря, вашей жизни ничего не угрожает, и можно было бы и не вызывать скорую помощь, вы бы могли бы, так сказать, на своих двоих приехать, вот сюда, вот в Легивакт, в пункт неотложной помощи. Вот если так получится, что они сделают такое, тогда вам будет выписан штраф, и, по-моему, этот штраф достигает 6 тысяч крон, то есть не бюджетно. Профессия врача здесь очень высоко оплачиваемая, уважаемая, как и во многих других странах. И вот что меня поразило вообще в медперсонале, во врачах, когда я с ними столкнулась, потому что мне есть с чем сравнивать. Мой папа, царство ему небесное, был врачом-гинекологом, мой дядя, мамин младший брат, был стоматологом, ну, еще кое-кто из семьи были связаны с медициной, поэтому я всегда помню, как они ходили с вот такой вот осанкой, как бы на всех смотрели свысока, это наши врачи, и разговаривали сквозь зубы. И здесь, чем мне понравились врачи, чем они меня удивили, тем, что они приветливы, улыбчивы. Когда вы заходите к ним в кабинет, неважно, вы посетитель или вы сами обращаетесь за помощью, они выходят к вам с улыбкой, выходят с рукопожатием, представляются, и после этого, ну, просят вас занять, так сказать, место в кабинете, и тогда уже дальше продолжается опрос. Это очень располагает, вы перестаете бояться, ну, как бы, знаете, такой уровень выстраивается доброжелательный, такой, как бы это, такое слово подобрать, ну, равнопартнерский, то есть вы становитесь равными партнерами, и это будет уже человек, который вам хочет оказать помощь. Те врачи, с которыми я сталкивалась в России, они, понимаете, у них какая-то вот цель запугать. Какие-то вот такие вот глаза у врачей всегда, ой, у вас там то-то, то-то, у вас, да вы так дотянули, да, почему дома сидели, вот это вот начинается. Здесь никогда такой реакции не будет, ну, может быть, конечно, в семье не без урода, может быть, кто-то глаза так и округляет, и начинает пугать, но насколько вот я встречалась здесь с медперсоналом, здесь я с таким не встречалась. Наоборот, знаете, взгляд такой, глаза в глаза, хорошее такое расположение духа у врачей, и, ну, это, я еще раз говорю, это как бы уже вас расслабляет, и вы готовы открыться этому человеку, рассказать о своих проблемах. Конечно, ни о каком взяточничестве речи не идет, это все здесь запрещено, не так, как у нас. Вы знаете, я, ну, вот я забыла, когда я в России приходила к врачу без взятки, потому что у нас в городе, ну, все практически знали, что, и знают, что если ты хочешь получить какую-то помощь, тебе нужна хорошая помощь, тебе нужно как-то сунуть в конвертики, или там еще как-то, какую-то сумму, и тогда ты будешь уже рассчитывать на какую-то положительную отдачу от этого человека. По-другому никак не получится. И в последнее время я уже стала ходить в платные какие-то медучреждения, потому что я лучше заплачу, чем, понимаете, и мне неприятно вот этот вот конвертик сувать с деньгами, и ему, я понимаю, что и человеку, который сидит, ждет эту взятку, эту сумму, ему тоже неприятно. Ну, в общем, такое неловкое положение. Я считаю, что лучше я заплачу, и вы меня поддержите, чем вот такая манипуляция будет совершена. Ну, еще в дополнение лекарства. Лекарства абсолютно все, за исключением некоторых, немногих, отпускаются по рецепту. Если вы какой-то хроник с хроническим заболеванием, то вам выписывается так называемый блоресепт, и по этому блоресепту вы получаете лекарства с очень-очень большой скидкой. Позже я вам покажу лекарства, которые я привожу из России. Здесь, конечно, я не поддерживаю то, что я не могу пойти свободно в аптеку и приобрести тот или иной препарат. Здесь, конечно, да. Но, с другой стороны, я все понимаю. Я понимаю, что самолечением заниматься это очень плохо, и, может быть, вы не нуждаетесь в этих лекарствах. В препаратах каких-то, как вот у нас люди занимаются самолечением, ну и так далее. Но есть какие-то такие ситуации, все-таки в нашей жизни, стрессовые. Например, поднимается давление. Поднимается давление от стресса, и мы сразу бежим, какие-то начинаем гипертонии понижающие, как они правильно называются, препараты покупать. Ну и так, к примеру, говорю. И подсаживаем свой организм на них и так далее. А нет бы, чтобы купить какое-то успокоительное и помочь своей расшатавшейся нервной системе. Да, еще, если сравнивать препараты местные и наши российские, конечно, я вам покажу чуть попозже. Парацетамол, например, да. По-норвежски он называется парасет. Конечно, норвежский он гораздо круче, он получше и по качеству, и по каким-то характеристикам воздействия он будет получше. Так, ну и вот, ну это я вам основное сказала. Может быть, что-то пропустила. Может, что-то пропустила. И хочу, ну вот, рассказать, тоже поделиться какими-то своими впечатлениями о том, как у меня было, когда я обращалась в медучреждение. У меня было, слава богу, конечно, два таких случая, когда мне пришлось обращаться и в леги-вакт, и, то есть, в неотложную помощь, и к моему фаст-леге. К моему фаст-леге я обратилась в первый же год моего здесь пребывания, примерно месяца, наверное, через четыре, вот так вот. Почему я обратилась? Потому что, ну, у меня, я долго наблюдала в своем теле такую неприятность, что у меня на обратной стороне вот этой руки левой у меня есть такое небольшое уплотнение. Не буду показывать вам. И, ну, оно не под мышкой находится, а вот как вот переход на спину. И вот, значит, вот, вот это уплотнение, как бы, оно, ну, я знаю, оно у меня давно. Вот сколько, как только я начала изучать, так сказать, свое тело, особенно, когда делала депиляцию под мышкой, я видела, что у меня отличается, так сказать, правая сторона, левая сторона от правой. А здесь я как бы так, может быть, делать мне было нечего. Вот я думаю, а что это у меня вообще есть это такое вот долгое время. Ну, у меня мама еще тогда была жива, она мне говорит, Таня, ну, посмотри, типа того, что на мое тело у меня много таких. Это, говорит, липома у тебя. Это липома у моей мамы, она в этом же месте, только конкретно на спине была. Потом на животе у нее, в груди у нее вырезали такую липому. Вот, она говорит, это у тебя самая настоящая липома. Ну, мне как бы захотелось удостовериться, что это. И я пришла, так сказать, к своему врачу. Он оказался не норвежец, а швед. Я тогда вообще не разговаривала практически по-норвежски, а он плохо разговаривал по-английски, но мы друг друга поняли. В общем, я с такими трясущимися руками, чуть ли не плачу, прихожу к нему, говорю, вот у меня то-то и то-то. Ну, он мужчина в возрасте был. Так, ну, он меня осмотрел, конечно, внимательно. И он мне сказал, подтвердил слова моей мамы, говорит, ну, это, говорит, такая небольшая проблема, с которой люди живут. Если, говорит, вам не нравится, то делается пластическая операция и удаляется хирургически это новообразование. Ну, он, значит, направил, говорит, для, так сказать, успокоения я вас направляю на УЗИ и там, так сказать, посмотрит еще раз, что это у вас. Ну, вот первый так он диагноз сказал. Ну, и, значит, что еще? А, вот я, знаете, что раньше смотрела, когда мне было интересно, девчонки, которые в Норвегии проживали, жаловались на то, что врачи начинают лезть в справочники куда-то, там, смотреть по интернету, симптомы какие-то вбивают куда-то, ну, и так далее. И там результат, так сказать, выходит, что это такое у пациента. И вот тут я тоже за ним наблюдаю, он, конечно, в справочнике никуда не полез, но он что-то там в компьютере набирал-набирал, может быть, описывал мою какую-то ситуацию, но вот это было. А после этого он мне выдал, так сказать, может быть, удостоверился, там, набрал какие-то термины, ему, значит, какая-то характеристика такая вышла, что нужно делать. Как он мне сказал, это говорит, кстати, вот врачи норвежские, они абсолютно все комментируют. Вот любая его манипуляция, любое его какое-то действие, оно комментировалось. И вот он говорит, так, вот это вот протокол, по которому мы будем с вами дальше действовать. Вот дальше по протоколу идет, что я вас должен направить на УЗИ. И еще, знаете, я тут вспомнила, те, кого направляют на анализы, результаты анализов приходят, вы не приходите опять к врачу, они приходят вам в конвертики, в почтовый ящик. Вот он говорит то же самое, говорит, вам, говорит, придет конвертик с направлением, и, ну, буквально, говорит, дня через два, и по этому направлению вы уже пойдете УЗИ делать. То есть я к тому, что вот просто так вы УЗИ не сделаете, не пойдете. Может быть, в частных где-то клиниках такое и есть, но это будет раз в 10 стоить дороже, чем, ну, вот в обыкновенных государственных учреждениях. Ну, и действительно, дня через два я получила направление, и все было очень быстро, буквально там дня через два, тоже три, я сходила, сделала УЗИ, и мне женщина сказала все то же самое, что это жировое отложение у вас, она мне описала размеры. Ну, и она мне то же самое сказала, говорит, если вы хотите, говорит, ну, можно удалить, ну, как, говорит, как вы захотите. Для надежности, для надежности я в России тоже сходила к хирургу. Ну, хирург мне сказал, что в таком месте очень опасно удалять липому, потому что здесь проходит большое количество лимфатических сосудов, ну, то есть подмышечная область, то есть удаляют, ну, если она начинает расти или еще что-то. А здесь он говорит, мало кто, ну, решится вот на такое удаление, лучше, говорит, не трогайте, говорит, поменьше показывайте кому-либо, имеется в виду, из хирургов. Потому что есть, говорит, такие специалисты, которые, у которых руки, так сказать, не оттуда растут, и тогда можно понаделать делов, потому что здесь такое неприятное место. Ну, и вот, это вот была моя первая, так сказать, история похода к врачу. А вторая история произошла в прошлом году. Это было намного, конечно, круче и страшнее. В ядваре 2021 года у меня вот в зоне декольте появилось небольшое пятнышко. Причем это пятнышко, это вот где-то вот, ну, в понедельник, я как сейчас вспоминаю, по дням этот процесс, вот это пятнышко начало расти буквально на глазах с каждым часом. Вот я его, например, часов в 9 утра обнаружила, в 11 оно становилось все больше, больше, больше. Помню, на работу пришла, и к вечеру у меня на месте этого пятнышка уже появился волдырь. На следующий день я просыпаюсь, а у меня уже много таких пятнышек. И с каждым днем, вот вторник, среда, количество пятнышек этих волдырей увеличивается, увеличивается, и они уже по всей зоне декольте, они уже немножечко на руке. И, знаете, одновременно с этим появляется очень-очень сильная боль в руке, очень сильная головная боль, просто она, и такая, знаете, боль дергающая. Это, и вот по всему вот этому, так сказать, периметру появления вот этих пятнышек возникает очень сильное жжение. Жжет очень сильно, просто уже к четвергу я вообще не могла спать на этой стороне. Все в пятнах, в пупырышках, и, ну, наверное, те, кто имеет медицинское образование и смотрит меня, понимают, о чем речь. В общем, в пятницу я уже с трудом поднимала руку, мне было очень-очень больно поднимать, боль была уже отстреливающая. А здесь, знаете, на груди было просто такое вот, это все перешло на грудь, вот сюда на шею стало переходить. Было такое, знаете, ощущение, как будто взяли утюг или крапиву взяли, и меня вот так вот отстегали всем этим, вот как будто я вот вся такая обожженная. Одежду было просто невозможно носить, но тут мне было очень страшно, ему, мужу моему стало очень страшно. Была, помню, пятница вечер, я открыла бутылку вина вечером, вот я выпила полбутылки вина, закусывала все это шоколадом, думаю, может быть, как-то снять чуть-чуть стресс, успокоиться. Я уже, знаете, несколько как бы ночей не могла нормально спать из-за этой боли, и помню, уснула. А когда я проснулась утром, ну, я поспала, может быть, часа четыре, вот где-то так. Сами понимаете, ночь прошла очень плохо, беспокойно после полбутылки вина, и мне муж сказал, так, все, собирайся, едем на Леги-Вакт. Сейчас была в разгаре пандемия, но мы приехали на это, где-то было часов девять, наверное, утра, и было пусто. Вообще людей никого не было на Леги-Вакт, это было очень удивительно. Те, кто здесь живет, знают, что тут там километровые очереди, а тут вообще никого не было. Спросили, симптомы есть ли у меня какие-то, ну, я рассказала, какие у меня симптомы. В общем, мужа моего отгородили, сказали в машине ожидать, а меня увели, и увели меня напрямую к врачу, к дежурному. Сразу посадили, ну, я рассказала, в чем дело. Они сняли с меня одежду, сразу посадили меня на стол, бешено у меня колотилось сердце, боль была просто страшная. Руку я уже вообще просто поднимать не могла, я не могла понять, что у меня с рукой, как вот все это связано, как вот эти ожоги связаны с рукой просто. Ну вот, и он, значит, распорядился, этот дежурный врач, он тоже был не норвежен, знаете, он был похож на такого индийского раджу. То ли он из Пакистана, то ли из Индии, наверное, из Индии такая вот челма у него, помню, была одета. А какие-то такие тапочки у него с кисточками, с такими, ну, самый настоящий раджа. И вот он, норвежские эти медсестры там дежурные бегают вокруг него, а он отдает приказание. Так, говорит, посадите ее, меряйте давление, берите там анализы. Я слышу, он говорит, берите из вены анализы. В общем, абсолютно на все он им сказал, берите кровь на все. Вот, короче, меряют они мне давление, давление, конечно, у меня там 160 на, не помню, на сколько, но повышенное, высокое, я бы даже сказала. Ну вот, и, в общем, они даже мне несколько раз мерили давление. И потом, через какое-то время, он мне говорит, успокойся. Сейчас, говорит, посиди чуть-чуть, сейчас, говорит, пойдешь, значит, побеседуем, так сказать, с тобой. Все понятно, ему дали анализы мои. Ну, я ему говорю, говорю, я уже плакать начинаю, потому что, говорю, ну что это со мной, потому что вот на коже, как будто, вот я вам говорю, как будто меня кипятком обдали. А вот то место, где все начиналось, там, знаете, как будто вот, как будто такой волдырь лопнул. Жидкости там никакой не было, но это было такое вот зияющее, какая-то такая рана, я не могла понять. Но я понимала, что это какая-то инфекция. И в интернете я кое-что прочитала, что это такое, уже к этому времени. Я, кстати, вот эту всю ночь, которую я сидела, венчишко попивала и смотрела, так сказать, в интернете, что это за симптомы. Я поняла, что это, ну, сопоставила все, я поняла, что это стригущий лишай, или это ветряная оспа, или, как же этот называется, или герпес. Ну, короче, он меня потом через некоторое время заводит в кабинет к себе. Так говорит, я говорю, ну, что это со мной? Он говорит, это у тебя, подтверждает, так сказать, все мои догадки, говорит, это у тебя герпес. Сейчас, говорит, уже что-то делать, лечить бесполезно, потому что ты запустила вот первую стадию. Нужно было, когда у тебя появился вот этот волдырик, нужно было сразу что-то предпринимать. Вот, и, говорит, сейчас уже это все поздно, как бы, лечить, поэтому, ну, что делать? Принимай обезболивающее и все. Говорит, это, говорит, пройдет через, ну, говорит, через 10 дней абсолютно все пройдет. Пей обезболивающее и терпи. Не купайся, но, говорит, как, надо, говорит, купаться, но, говорит, не мочи вот это вот, вот это место. Потом он мне говорит, у тебя прекрасные анализы по крови. Он мне посмотрел, учитывая то, что я ела шоколад полночи, он говорит, ну, я ему, конечно, не сказала, он говорит, сахар, все, говорит, в норме. Я еще сидела, боялась, думаю, ну, наверное, сейчас там сахар будет какой-то повышенный, потому что питалась одним шоколадом. Он говорит, у тебя все нормально, но вот только давление, говорит, у тебя гипертония. Я говорю, да нет, но я, говорю, объяснила ему, когда я волнуюсь или, ну, действительно, когда у меня сильный стресс, или я когда не сплю, давление у меня действительно повышается. Ну, а тут и вино, и полночи не спавшая. Он говорит, ну, смотри, следи, говорит, за своим давлением, а так, говорит, все, в принципе, нормально. Ну, вот так получилось у меня, так сказать, встретиться с, получить опыт, так сказать, с другим врачом на Легивакт. И такие вот выводы я, собственно говоря, сделала, о которых вам перед этим рассказала. Ну, вообще могу сказать, что, конечно, здесь медицина творит чудеса. Например, могу привести в пример мою свекровь. Она, прежде чем у нее развилось ее заболевание, от которого она, собственно говоря, умерла. Ну, не буду называть, что это за диагноз, потому что, когда она умерла, мы, как бы, до сих пор под вопросом, ну, не знали, что это, что это точно у нее. Это между Паркинсоном и между рассеянным склерозом, что-то вот такое. Ну, в общем, она началась все с того, что она начала терять сознание, у нее какая-то такая дезориентация начала возникать. И она, ну, буквально на ровном месте, она падала. И вот такие вот падения приводили к тому, что она что-то ломала. И два раза она ломала шейку бедра для пожилого человека, которому около 70 лет. Если это, например, какая-то страна славянская, то это, как бы, приговор. Но здесь ее поставили на место. Ей два раза, так сказать, лечили ноги. Она после этого ходила прекрасно, после вот этого вот перелома шейки бедра. Вот, но вот потом у нее, конечно, развилось уже вот это вот нейро, не как оно правильно называется, заболевание нервной системы, которое и все-таки привело к смерти. И плюс еще, конечно, ну, если говорить, я вот нахваливаю-нахваливаю норвежскую медицину, но, как говорится, в семье не без урода. У моего мужа был открытый перелом ноги и очень неудачный. Он очень неудачно получил, так сказать, лечение и в результате, ну, не буду вдаваться в подробности, хотели уже и удалять ему ногу, вот, но он получил большую компенсацию за неправильное лечение. И тот врач, который лечил его неправильно, он, он, кстати, лечил не только его неправильно, и я не буду называть эту фамилию. Он довольно-таки известный здесь врач в Норвегии, и известный он, кстати, по вот негативу. Его даже по телевизору показывали здесь, который, ну, оказывал неквалифицированную помощь, и очень многие пострадали, не только мой муж. Ну, не хочу об этом говорить сейчас. В общем, в целом, что могу сказать? Вот, по моему мнению, медицина на очень высоком уровне. Если что-то угрожает вашей жизни, вам окажут сиюминутную помощь, приедет скорая помощь, приедет, прилетит, вернее, вертолет, который отвезет вас в медучреждение. Если вас ставят на очередь к специалисту, они оценивают, вот, стоит ли вам подождать. Или же есть кто-то, кто нуждается в помощи, в острой помощи, то есть есть кто-то более нуждающийся, чем вы. Вот они оценивают с этой точки зрения. Я считаю, что это очень правильно. Плюс считается каждая копеечка. И, ну, вот наши девчонки не понимают, что когда, например, они начинают рожать, то обычно приезжают в родильный дом, ну, буквально за считанные минуты, за часы до появления своего потомства, так сказать. И потом отпускают их, так сказать, домой, в освоясье, ну, буквально, ну, не к вечеру, но на следующий день точно. Это в основном. В основном, и, опять же, почему? Потому что считается каждая копейка. Ведь время, проведенное вами в медучреждении, оно оплачивается, оно оплачивается медперсоналу, оно оплачивается, там, опять же, на банальное то электричество, вода и так далее. Ну, в общем, во второй части видео я покажу вам те медицинские средства, которые регулярно привожу из России. И, ну, если еще хочу добавить, что бывают, знаете, вот когда я сижу, снимаю видео вот в таком, так сказать, ракурсе, потом начинают жаловаться, что немножечко не такой, так сказать, звук. Так, прошу прощения за это, потому что у меня профессиональную камеру, я не люблю использовать, она у меня есть, но я ее не люблю использовать, люблю снимать на телефон, поэтому уж не обессудьте. В общем, что рассказала, то и рассказала. И давайте смотреть, какие лекарства у меня есть. Так, ну, это моя аптечка. Ну, знаете что, я сейчас сняла видео, посмотрела, сколько я минут проболтала. Получилось очень много, поэтому я решила снять вторую часть. Расскажу вам о лекарствах, которые есть в моей аптечке, конечно, которые я привожу из России. И также забыла я вам рассказать о стоматологических услугах. В общем, увидимся с вами через одно, наверное, видео косметическое. И я продолжу разговор о норвежской медицине. Все, большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами очень скоро. И всем пока!